приветствую всех на своем youtube канале и так россияне решили массово забрать валюту из банков почему же россияне не доверяют банкам и стоит ли банкам вообще доверять в августе россияне решили массово забрать со счетов и депозитов валюту на 405 миллионов долларов об этом пишет рбк со ссылкой на данные цб на 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89 миллиардов долларов до этого клиенты три месяца подряд это май и июль пополняли счета их объем увеличился на одну целую 36 сотых миллиардов долларов в августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента а объем рублевых немного увеличился на 0,1 процента однако без учета счетов и кроу банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан говорится в отчете регулятор средняя максимальная ставка по таким вкладам упала с четырех с половиной до 4,4 процента достигнув исторического минимума напомню что в июле 2020 года жители страны забрали из банков 508 миллионов долларов для сравнения в июне этот показатель был на уровне трехсот тридцати двух миллионов причинами оттока валюты стал процесс дедолларизации и околонулевые ставки по депозитам в долларах и евро если сказать простыми словами то на сегодняшний день вкладывать открывать вклады в банках в валюте это в долларах и в евре в евро совершенно не выгодны потому что ставки они практически минусовые то есть 0,01 или 0,02 а риски они с каждым днем все больше и больше то есть дохода ваши деньги ваша валюта в банках не принесет никакого в то же время вы всегда рискуете остаться без собственных денег если вдруг по какой-то причине банк разориться или банк объявит дефолт или банк может собственно говоря опираться на то что это форс-мажорная ситуация напомню что дмитрий анатольевич медведев выступал и заявлял о том что коронавирус может служить форс-мажорным обстоятельством и соответственно банки могут не выдавать ваши же деньги ситуация действительно очень сложная рубль рушится доллар и евро растут практически каждый день к сожалению это все сказывается в первую очередь на 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 нас с на гражданах потому что все продукты массового потребления товары электроника одежда все привязано к доллару соответственно ближайшее время ожидается резкий рост цен практически на все товары массового потребления и самое неприятное что все больше и больше экспертов говорят о том что девальвация динаминация она неизбежна то есть рубль фактически еще больше обесценится к примеру новости с официального сайта mk.ru экономист руслан гринберг нас ждет девальвация рубля боролись с долларизации экономики а получили долларизацию сознание то есть действительно люди все больше и больше доверяют доллару евро не доверяют путину российской экономики а вкладывают все свои сбережения в валюту так уж повелось со времен дефолта 98 года как наступает август так россияне ждут в тревоге очередной девальвации рубля август 2020 не исключение за последние полтора месяца курс национальной валюты упал с 68 до 74 рублей за доллар из 77 до 86 за евро и российская и общемировая экономическая стагнация не добавляют поводов для оптимизма для оптимизма стоит ли готовиться к очередному падению рубля и в какой валюте стоит спасать свои сбережения об этом мы поговорили с членом корреспондентом ран научным руководителем института экономики ран русланом гринбергом даже в разгар пандемии и самоизоляции рубль не падал так резко как в июле августе когда он ослаб на 10 12 процентов к доллару и евро что происходит с российской валютой анализируя ситуацию с резким ослаблением рубля надо четко разделять две группы факторов краткосрочные и долгосрочные к первым относятся например действия иностранных инвесторов в конце июля многие из них стали приобретать валюту конвертируя в нее дивиденды по акциям крупных российских компаний при этом речь идет о весьма приличной сумме конвертации чуть ли не два с половиной миллиардов долларов такая операция традиционно ведет к ослаблению рубля еще один краткосрочный фактор ожидание новой волны коронавируса никто не может точно сказать продолжается ли еще первая волна или уже наступила вторая история темная число заболевших на планете продолжает расти особенно в соединенных штатах америки индии и австралии восстановление мировой экономики вопреки ожиданиям идет очень медленно и соответственно остается вялым спрос на углеводороды а для рубля это важный вопрос самый важный свою роль играют также западные санкции они тоже работают против рубля впрочем это скорее долговременное обстоятельство хотя каких-то резких шагов со стороны соединенных штатов америки сейчас мы не видим ограничительные меры постоянно усиливаются удавка затягивается все туже чем чревато падение курса рубля на протяжении длительного времени это очень плохой тренд даже не обвальное а постепенно обесценивание рубля питает инфляционные ожидания сегодня это не так заметно поскольку потребительский спрос очень вялый но уже мартовский обвал отечественной валюты когда курс спикировал с 64 до 72 рублей за доллар обернулся повышением цен на многие продукты вместе с тем с момента трехкратной девалюации рубля в 1998 году наши власти стремятся избегать повторения подобного сценария каком-то смысле срабатывает генетическая память но проблема в том что правительству предстоит латать бюджетный дефицит который концу года по разным оценкам ожидается в размере от 3 триллионов до 5 триллионов рублей и я подозреваю что эту дуру будут покрывать за счет девалюации рубля мера контрпродуктивная хотя на первый взгляд это очень легкий способ решения задач в краткосрочном плане она конечно улучшает ситуацию спиджет с бюджетным дефицитом у правительства появляется больше рублей больше их становится и у ориентированных на экспорт топливно сырьевых компаний но все это происходит за счет так сказать сознательного обесценивания национальной валюты наносящая как правило два чувствительных удара по экономике в целом во-первых это инфляционный скачок через удорожание импортируемых товаров и услуг а во-вторых даже если курс рубля вернется к прежнему значению то это только подтвердит факт его хронической волатильности или попросту говоря неустойчивости в результате заметно ослабляется инвестиционная активность стране при хронически волатильном курсе любые бизнес-проекты попадают подвешенное состояние ничего невозможно планировать на более или менее длительную перспективу и так мы с вами видим что даже эксперты ничего хорошего в российской экономике в российской политике в руках нынешнего правительства не видят как она будет рубль будет обрушаться дальше рухнет ли он окончательно будет ли девальвация или нет напишите свое мнение в комментариях делитесь этим видео и подписывайтесь на канал мы будем следить за новостями всего доброго и до новых встреч